На днях бывшего бойфренда Виктории Бонни, Алекса Смерфита, от которого она родила дочь Анджелину, застукали наибицы с супермоделью, бывшим ангелом Victoria's Secret, Александрой Амбросио. Парочка вместе купалась и болтала на побережье. Алекс бережно относился к своей спутнице. Осенью прошлого года 43-летняя модель рассталась со своим избранником Ричардом Ли. Роман Виктории, Бонни и Алекса закончился 7 лет назад. Боня не осталась в стороне и прокомментировала роман своего бывшего. Я просто уже запишу сторис, чтобы уже просто мне не звонили отовсюду и скажу, что мой бывший, я говорю про Анджелинного отца, красивый, видный парень. Конечно же, слава Богу, что он общается с красивыми, успешными женщинами. И если у Анжелишки будет такая мачеха, ну это же классно, это же круто. Я не слежу за его жизнью, я все узнала от вас. Конечно, иногда смотрю в сторис, но не более того. Еще недавно казалось, что Вика и Алекс мило общаются. Но, как оказалось, это не так. Боня пристыдила бывшего за неуплату алиментов. Я в Монако, живу 13 лет. И когда я приехала сюда вместе с Александром, когда мы решили, что мы будем создавать семью, рожать ребенка, что мы первое время платили за квартиру 50 на 50. Потом, в какой-то момент мне Алекс еще сказал, такое, типа, да ты там что-то туда-сюда, а я там, типа, я говорю, я там же плачу, как и ты. То есть был какой-то у нас диалог, где я ему сказала, послушай, я плачу так же, как и ты. И тогда, через какое-то время, он сказал, я буду сам платить. У него такая какая-то была мужская горлость. Вот. За госпиталь, где я рожала Анжелину, 15 тысяч евро мы платили. Мы платили напополам. И за все это время, когда я знаю Александра, и мы с ним были как семья, я не знаю, может быть, он мне подарил какие-то там два раза какие-то покупки на 3 тысячи евро. И там, может быть, ну, в таких пределах такой суммы. Когда мы разъехались, в первое время, он, по-моему, 3 месяца или полгода был оплачен за квартиру, он их не оплатил. После этого он даже забрал машину, которая ездила. Он не оплачивает ничего, ни каких переездов моих с Анжелиной, если мы в отлетаем, ни Uber даже, когда она ездит, трататься на лошадях, чтобы вы понимали. Абсолютно ничего. И это его выбор. Я за это его не обсуждаю. Я лишь считаю, что я бы так не смогла, будучи, допустим, отцом ребенка или там матери ребенка. И там, допустим, если у меня было больше возможностей. Хотя не знаю, больше у меня возможностей или нет. Но просто сам факт, что, глядя на мою жизнь, может ложиться такое впечатление, что мою жизнь кто-то обеспечивает. И я сейчас сижу здесь в кафе и прочитала этот комментарий. Я понимаю, что, боже мой, как же долго я шла к тому, чтобы моя жизнь была независимая ни от кого. И я пришла к этому. Я очень рада, что сегодня я могу обеспечивать себя сама. И я могу себе купить от, не знаю, кофе, завтрака, ужина в любом ресторане до билета, не знаю, эконом-классом, бизнес-классом, первым классом, неважно. Плюс любую покупку того, что я хочу. И мне безумно приятно это, потому что я понимаю, что это моя работа, которая провела над собой и которая позволила мне сегодня быть независимой.